Девушки отдыхают Губители обрушивались на человека А человек устоял Человек жив Словно могучая крепость Защищает его здоровье и иммунитет Врожденная способность организма Обороняться от возбудителей болезней Вирусов, бактерий И от всего чужого Стены крепости Чистая кожа Граница, непроницаемая для большинства Микроорганизмов Но враг коварен Он пытается пройти внутрь с водой Или пищей С немытым яблоком, например Бактерии проникли в организм Это сигнал тревоги для иммунной системы На этот сигнал спешат клетки Санитары Фагоциты Что мы знаем о них? Это розовый шип И личинка морской звезды Сто лет назад Русский ученый Илья Ильич Мечников Проделал с ними любопытный эксперимент Он ввел розовый шип В тело личинки И увидел в микроскоп Что у места вторжения Скапливаются подвижные клетки Которые стремятся изолировать И уничтожить Поглотить чужака Эта картина Навела Мечникова на мысль Что подобные же клетки Должны существовать И в сложных организмах Включая организм человека Вот они Увеличенные в тысячу раз лейкоциты Давно известные белые клетки крови Именно они уничтожают Попавшие в организм Чужеродные частицы Это явление Мечников назвал Фагоцитозом А его героев Фагоцитами То есть пожирателями клеток Фагоцитов Несколько видов Первыми встречают врага Макрофаги Им все равно кто перед ними Вирус, заноза Или бактерии Попавшие вместе с немытым яблоком Со всеми чужаками Макрофаги поступают одинаково Захватывают Обволакивают И переваривают В полубоя Макрофаги выделяют Особые белки Пирогены Которые воздействуя на мозг Вызывают повышение температуры Это угнетает жизнедеятельность бактерий Повышение температуры Одна из защитных реакций иммунной системы И первый признак Развернувшегося в организме сражения Болезни Это уже серьезно Микробы прорвали защитный барьер макрофагов Проникли в кровь И вместе с ней распространяются по организму На сигнал тревоги Сразу же откликается костный мозг Фабрика клеток крови В нужный момент Здесь резко увеличивается выработка лейкоцитов Вот они Юные Еще не зрелые Но по пути к месту сражения Лейкоциты взрослеют Становятся активнее И пополняют армию фагоцитов Готовых к поглощению И перевариванию чужаков Прорвавшиеся микробы Ведут бой во всей крепости И всюду им противостоят фагоциты Макрофаги печени, селезенки, легких и других органов Подобно щупальцам Они захватывают и уничтожают Проплывающие мимо них чужеродные частицы Сражение ожесточается Пора Пора организму вводить в бой Основную армию иммунной системы Армию лимфоцитов Лимфоциты Меньше и гораздо подвижнее Макрофагов Лимфоцит способен пройти всюду Не только по самым мелким сосудам Но и через межклеточное пространство И даже сквозь сами клетки Нисколько их не повреждая Эта уникальная способность Позволяет лимфоциту снова и снова повторять свои маршруты За свою жизнь Он проходит поразительное расстояние До миллиона километров Что же он ищет в этих странствиях? Лимфоциты Охотники за антигенами Чужими белками Проникшими в организм Они действуют вместе с макрофагами Макрофаги первыми распознают чужака И предъявляют его лимфоцитам И те начинают размножаться И вырабатывать антитела Белки, поражающие антигены Антитела Словно точно нацелены из стрел Каждая поражает свой антиген Они связывают антигены в крупные агрегаты Которые теперь легко поглощаются Макрофагами И все же Защитные силы организма Не всегда справляются с болезнью Своих антител не хватает В этих случаях применяют сыворотку Из крови человека Переболевшего той же болезнью Она содержит нужные антитела В достаточном количестве Такая сыворотка действует недолго Но именно она помогает переломить ход сражения Все Бой окончен Лимфоциты продолжают патрулировать организм Но теперь они хранят память О побежденном антигене Если он появится снова Защитный иммунный ответ Будет более быстрым и сильным Такой иммунитет Возникший после перенесенной болезни В отличие от врожденного Называют приобретенным Он может сохраняться долго До 20 лет и больше Но чтобы приобрести иммунитет Вовсе не обязательно болеть Врачи придумали прекрасное средство Прививки В организм вводят вакцину Ослабленных возбудителей болезни Или их антигены Человек приобретает иммунитет И тоже на много лет На этом можно было бы закончить Рассказ об иммунной системе Если бы Если бы не появился новый враг Угрожающий самим основам иммунной крепости Спит Синдром приобретенного иммунодефицита Вообще иммунодефицит встречается не так уж редко Это различные ослабления иммунной системы И медики помогают таким больным Но вирус спида Уничтожает главных бойцов иммунной системы Лимфоциту Любая инфекция для человека становится смертельной Сегодня против спида нет эффективных лекарств Пока мы можем противопоставить ему лишь мера профилактики Здоровый образ жизни Но ученые всего мира Используя самые современные методы Упорно и напряженно ищут средства борьбы С этой страшной болезнью Человечество должно одолеть и эту беду Субтитры создавал DimaTorzok